Здравствуйте! Это программа «Вопрос эксперту» в студии Ирина Петрова. Ирина Петрова – старший помощник прокурора Республики Ратарстан по правовому обеспечению. Летом я уезжал на заработки на север. Пока меня не было, мачеха подала в суд иск о выселении. И лишь вчера я узнал о том, что суд заочно удовлетворил ее требования. Что мне сделать? Согласно части 1 статьи 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, «Дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства». О рассмотрении дела в таком порядке суд выносит определение. В силу статьи 234 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в порядке заочного производства суд проводит судебное заседание в общем порядке, исследует доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, учитывает их доводы и принимает решения, которые именуются заочным. В соответствии со статьей 237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение 7 дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 1 месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. Таким образом, вы можете ходатайствовать перед судом об отмене заочного решения в течение 7 дней со дня получения его копии. При удовлетворении данного ходатайства суд возобновит производство по делу с вашим участием, а в случае отказа в удовлетворении вы вправе обжаловать заочное решение в апелляционном порядке.